Батькинские порады Страх ребенка перед расставанием с родителями это абсолютно нормальная вещь. Я где-то читала, что ученые говорят, что где-то первый период такого вот страха, он происходит в 15 месяцев. Но дальше это может происходить в любом возрасте, пока мы с этим не справимся, как родители в первую очередь, ну и детки вместе с нами. Конечно, это абсолютно нормально, но тут надо учитывать также тот момент, что родители в том числе должны быть к этому готовы. Это очень важный момент. Я по роду своей профессиональной деятельности связана со школами. У меня своя школа раннего развития Машенька. Ну еще у меня языковая школа, мы там тоже работаем с детками. Мы сталкиваемся с тем, что родители, когда приводят деток своих к нам на занятия, они боятся расставаться с родителями, боятся остаться одни, боятся, что с ними что-то случится. Боятся, что родители уйдут от них и с родителями что-то случится. Это то, что происходит в голове ребенка. Ребенка ему на самом деле очень страшно. Ну, это нормально. Мы все должны пройти этот процесс. Что самое главное? Самое главное для родителей внутренне быть к этому готовы в первую очередь, потому что у нас бывает приход родители, которые чувствуют, знаете, как... Они чувствуют, я мало уделяю времени ребенку. Ой, я плохая мать. Я вот... Вот это то, что где-то может быть навязано обществом. Нужно не бояться отпускать ребенка. Это нормально. Если мы не отпускаем ребенка, потом мы сталкиваемся с тем, что 30-летний мужчина живет с мамой в одной квартире. Ну, я думаю, вы знаете такие истории. Это про то, что сепарации не случилось. Оно должна случиться. Это естественный абсолютно процесс. Страх у ребенка, мне кажется, начинается с самого раннего возраста, да, вот в периоде 4-8 месяцев он больше всего проявляется. Когда ребенок уже понимает осознанно, что происходит вокруг него, когда он начинает играться с игрушками, он там кидает туда-сюда их, и как бы он видит, да, что он там мячик укатился, но он никуда не исчез. А с родителями немножко по-другому работает это, да, если мама там куда-то отошла в соседнюю комнату или на кухню, у него начинается паника, что мамы рядом нет, он начинает плакать, кричать, и, естественно, как бы таким образом, да, он показывает свой страх. Чтобы приучать к этому ребенку, да, надо потихоньку там отойти в соседнюю комнату или там тоже кухню, да, но как бы потом через определенное время подойти, показаться, что вот я тут, я на месте, все хорошо, никуда не исчезло. Когда он уже как бы там взрослее, вот как сейчас на данный момент, то немножко тяжелее с этим для того, чтобы куда-то уйти на длительное время или там даже пойти приготовить покушать, то немножко тяжелее, потому что он начинает уже показывать свое я, да, то есть начинает манипулировать родителями. Малыши в первую очередь боятся разлучаться с родителями, потому что они находятся в контакте именно со своими близкими, это мама и папа, и, конечно, им потом трудно, когда родители хотят в какой-то момент их оставить, и бывает, родители допускают ошибки, что это бывает очень резко, например, нужно там уехать, и оставили малыша. Для него это получается, как вот он воспринимает эту ситуацию, как опасность, поэтому у него появляется тревога, тревожность, что родители его оставили, что за ним как будто бы не вернутся, что что-то произойдет. То есть однозначно лучше всего, если это там бабушки, дедушки, какие-то близкие родственники, кому могут родители доверить своего малыша, оставить его, и лучше, чтобы малыш уже был знаком с ними, чтобы это были знакомые ему люди. И малыши очень чувствуют, когда родители доверяют бабушкам, дедушкам, родственникам, чтобы было доверие. Стосовно расставания дитини с батьками до певного векового промежка є нормою, потому что дитинка, в принципе, завжди знаходится с мамой. И у веки уже 8 месяцев вона розумеет, что мама на якийсь термин может сникать. На основе этого дитина может реагировать эмоционально, она будет плакать. Когда дитина начинает уже ходить, повзать, она больше эмоционально принимает момент, когда маму она не видит, не контролирует ситуацию. Конечно, в таких ситуациях діти могут проявлять больше эмоциональную реакцию, которая иногда батьков лякает. Для того, чтобы этого не произошло, або для того, чтобы этот термин находился в певных вековых характеристиках, и не тридцать больше 3-4-5 лет, мама может програти, програвать. С дитиной ситуацией мама есть, а мама нет. Гра хованки. Банальна гра хованки. Поки дитинка маленькая, это гра, когда мама ховается, потом появляется и говорит ку-ку, я тут. То есть, дитина адекватно начинает адаптироваться или воспринимать ситуацию, что маму в певный час она не видит. Потом мама появляется, и ситуация спокойна для дитины. В нашем случае, когда я ухожу, и ребенок начинает немножко плакать, то бабушка его успокаивает, говорит, что все нормально, все хорошо, мама сейчас придет, не плачь, гладить его. Говорит слова ласковые, что я тебя люблю, все нормально, бабушка с тобой, ничего не бойся, все хорошо. У него еще есть такая привычка, что он идет, смотрит во всех комнатах, он походит на кухню, посмотрит, в ванной посмотрит, в соседнюю комнату, везде пойдет и посмотрит, есть ли мама или папа. Если нет, он понимает, что мама ушла, скоро вернется, он успокаивается, он начинает играться, он забывает на какой-то период, он забывает о том, что мама нет рядом. Он вполне себя нормально ведет с бабушкой, даже если это незнакомый человек, он тоже себя нормально ведет. Первое, это, конечно, маме, когда она принимает решение, что ей нужно уйти, с кем-то оставить ребенка, нужно убедиться побыть с этим человеком рядом. Или это воспитатель, или это няня, или это бабушка. В любом случае нужно побыть рядом, чтобы ребенок понял, что все хорошо, мама рядом, это хороший человек, привыкнуть к нему, адаптироваться. Конечно, важно найти своего человека, чтобы было комфортно. И все, потом уверенно оставить ребенка. Даже если плачет, мы оставляем и уходим. На самом деле дети очень легко переключаются. Вот на школе раннего развития Машенко приходит первый раз, мама побыла полчаса, час, видит, что все хорошо, ребенок играется, у него куча активностей. То есть воспитатели, они как профессиональные, они сразу раз отвлекли внимание на игру какую-то с детками, какие-то хороводики, что-то вот активности, и они очень легко переключаются. Дети в этом плане, они раз, все, они уже играют. Убегать, оставлять малыша, это абсолютно не выход для родителей. И не обращать внимания на его тревогу и на его чувства, это абсолютно не выход. То есть с малышом, если малыш постарше, нужно разговаривать на его языке, чтобы он понимал. То есть не нужно говорить малышу, что мама там закончит в шесть свою работу или там папа вернется после восемьи. Нужно разговаривать на их языке, так как понимают малыши. То есть малыши очень любят режим дня, когда у них четко все вот сложно, они привыкают к этому у самых маленьких. И нужно объяснять им, что, допустим, мама вернется, когда ты покушаешь, поспишь и покупаешься. То есть малышу-то будь яснее и будь спокойнее. То есть что, он проделает все эти действия, и мама вернется, мама про него не забудет, там папа вернется с работы и тоже не забудет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова